самый обычный стример твича с казалось бы безупречной репутацией максимально воспитанный неконфликтный человек выступающий за все хорошее против всего плохого я поколение они кинет того кого они смотрят поэтому хочешь ты или не хочешь надо как-то формировать здравую позицию я говорю то что должно быть воспитание уважение что кинет что другой человек и план я просто сейчас пытаюсь вам всем сказать раз уж у меня появился шанс на зло делать зла не надо но все ли так просто не приторсально голова как прикрываясь безупречной репутации друзьями стримерами можно рекламировать откровенного шарлатана а тем кто скажет что газе я бежно закрывать рты ну типа постримил с каким-то долбоёбом экстрасенсом да похуй с экстрасенсом бля и шочек мой маленький естественно я буду дефать корешочек были алчность вранье обо всем этом и не только я вам сегодня с экстрасенсом стримил с швепсом вот этим или кто там в баха приятного просмотра ваня диппенс стример блогер и даже ну там еще популярный сейчас экстрасенс благодаря тиктоку и дружбе с на тот момент невероятно медийным а реально шефс реально со швепсом вот этим блять стримил наху никоглая несмотря на свою известность ваня диппенс и учебу не забросил вот недавно окончил университет за что ему безусловно могу выразить респект ведь образование это очень важно я например в этом году иду в 11 класс а ты заебал блять ссылка в описании ваня диппенс построил со своей аудитории довольно близкие отношения подписчики пишут о нем фанфики делают эдиты и даже ведут фан-каналы в которых разбирают буквально каждая сказано им на стриме слова ваня же но слава богу у меня такого нет да стоит за них горой защищает в каждом конфликте просто не хочу чтобы мы не я хуярю сам интересная наоборот хуярю как-то кричит что я сразу до игры дети ебаные блять обрамлять всю мою аудиторию как-то типа иди нахуй не забывает диппенс иногда и наставником побыть советы раздает и правильные при мне ну иногда защищаю конечно но в основном хуярю блять аудитории закладывает подрастающее поколение они кинет того кого они смотрят может даже не подозревает в целевую хочешь ты или не хочешь надо без оскорблений формировать здравую позицию для человека показались объективно плохие вещи их и делать не следует но к сожалению моральные принципы у диппенса далеко не на первом месте ведь когда перед глазами начинают маячить цифры они в миг стираются да я сейчас говорю о коллаборации вани с известным экстрасенсом а это вот он слева сидит я думаю это какой-то стример были олегом шепсом справка ахуеть это же тот придурок сумасшедший сансов мошенник продающий платные консультации до времени и курсы по магии кому интересно узнать о нем подробнее рекомендую свое старое видео про битвы экстрасенсов диппенс имевший в тот момент довольно низкий по своим меркам онлайн тогда открыл для себя золотую жилу контента просмотр битвы сильнейших это шоу было невероятно популярно среди детей в тик токе поэтому ваня смог башару блять кусочек хайпа от него заполучил кого-то в маске стоит ну если понимать о чем обычных реакциях диппенс не остановился он решил позвать одного из недоколдунов к себе на стрим на котором они всерьез обсуждали способности шарлатана ну вернее как обсуждали шеф загонял какую-то хуйню а диппенс сидел с открытым потом и слушал ни слова поперек не говоря например пустить в себя душу позволить ей говорить от моего лица это вы сейчас знаешь второй пилот к тебе добавляются даже я правильно понимаю допустим да ты видишь какой-то фантом ты его видишь глазами своими как ты увидишь глазами вот в реальном мире ты своими глазами вы знаешь это сложно назвать ты как будто бы находишься между мирами и ты можешь увидеть и причем видишь как будто тролли типа есть ощущение что диппенси пытается троллить разом одним стримом сладкая парочка виде мошенника и ступака будто да он как будто бы типа угорают над ним я бы также ну я бы наверно начался шаби не стримил бы мы себе стримил я бы тоже я бы не сидел ни хуярил ты Типа, да иди ты нахуй, ты мошенник. Я бы сделал, ты реально такой, блядь? Ну, чё-нибудь такое, ты реально такой, блядь? Ну, крутой, ты реально что-то видишь? Чё-нибудь такая движуха, да? А смотри дальше, давай. Поверь, провели ещё. Вопрос тогда, почему это не... Ну, я бы тоже, ну, я бы более сально бы это делал. Типа, блядь, ты реально? Ты реально? Ну, чё-нибудь такое, да? Это тоже не глупого ноунейм, а с на тот момент тремя тысячами подписчиков. Как стыдно-то стало, что вот так вот. Две и девять тысяч просмотров. А-а-а, непопулярные, всё, иди ты нахуй, блядь. Дело в том, что Ваня Диппинс поддерживает хорошее отношение с большинством стримеров. И те в угоду дружбе решили всё списать на прикол. Мол, да, я сидел, общался с мошенником, но это ж постырония. Блядь, подожди, я правильно понимаю? То есть Диппинс сидел, просто уграл над экстрасенсом, а... Ну, выглядит так, как будто он реально уграл. Да, ебать, тупой, экстрасенсов не верит. Он, наоборот, верит экстрасенсам. Блядь, чё за страны? Ну, реально странная херня. Я больше это воспринимаю, как некая часть... Мне просто не хватает этого диалога, он показал бы побольше, чё там на стриме. Я вообще первый раз вижу, блядь, ну чё это такое? Ладно, естественно, я буду дефать, потому что он кричит. Показал бы это самое, побольше бы. Насколько я понимаю, никто из них полностью стримы Диппинса с Шепсом не смотрел, так вот. На протяжении всего первого стрима Ваня сидел, нервничал, как будто на иголках. Боялся и слово поперёк сказать, извинялся постоянно. Так, кстати, я волнуюсь, простите немножко. Да, я славюсь. Чё ты больше тебя волнуюсь. Ну, просто завафлил, да, завналовался. Чё-то я много говорю, блядь, прости меня, пожалуйста. Ну, бывает такое, да. Да не, не парься, извиняюсь. Пока не похоже на прикол. Опять же, ни одного маломальски острого вопроса и согласия со всеми доводами Шепса. Вот, кстати, тоже всё, что происходит. Не, ну пока мне не хватает, чтобы прям, ну сказать, да, это пиздец, говно. А там, там, нет. Ну то, что позвать уже его, уже, в принципе, рекламируя, и, ну, типа, тонко тролля этого недостаточно, естественно, блядь. Ну, если ты его позовёшь, если ты против этого, надо сказать, что так. Так, хотя бы ты можешь его убрать из кадра, сказать, всё, ладно, давай, братуха, он уйдёт, хотя бы, ну, если ты прям стесняешься, хотя бы, когда он уйдёт, в конце стрима выводы сделать. Ну, хоть что-то, типа, такое. Сканс эффектов, никаких добавок, всё происходит в лайв-режиме, и всё реально, вот всё, что ты видишь, всё реально. И, наконец, вишенка на торте, личные консультации Шепса, которые он пиарил прямо на стриме с Диппенсом. О, вот это, вот это непорядочное. Тебе можно обратиться и записаться. Бля, он и сам подводит, блядь, бля, Ваня, это хуйнякаешь, полный, блядь. А, нифига себе, то есть, даже так можно. Бля, он подводит к его рекламе здесь. Личные встречи, да, я провожу на официальной странице ВКонтакте, в моей группе, можете посмотреть, там все правила записи есть. Иди ты нахуй, блядь. А, Ваня, наш принцип... Фуй, мне посмотри в упор, блядь, придурок, и что, Аваня ничего, молчит и хавает. И ладно, может, побоялся Шепса одернуть в моменте просто. Да, да. Ну, стоп, зачем его тогда на еще один стрим позвал? Просто летит чат. Да, летит чат, я, слушаю. Это круто, ты видишь эту живую реакцию. Чтобы ты понимал, сейчас стоит фоллоу-мод и меленый режим раз 20 секунд. А, блядь, типа, блядь, ты такой популярный и крутой, блядь, чувак, но это да, да, да. Я не успевал читать чат, в последний раз, честно сказать. Ну да, сука, да, блядь. Кружится, увидев большой онлайн, что готов был совсем помочь. Все организовать и все сделать для комфортного пребывания Шалатану на Твиче. Я помогу тебе все это настроить, если хочешь. Я тебе могу показать, как это организовать. На следующем стриме Олега хоррор, 100%. Я ему еще помогу поставить. Я помогу вам. Блядь, ну это не очень, блядь. Не, ну он, может быть, настолько заволновался, что прям начал рваться ему помочь во всем. Это, конечно, странно, блядь. Я сейчас модераторы поспамил в чат, обязательно подпишитесь, кто не подписан. Телеграмм, ребят, Телеграмм Олега в чате, срочно, внимание. Телеграмм Олега в чате, ебнуться, бро, ну это косяк. Блядь, ну типы. Я к Диппинсу хорошо отношусь, бро, не обижайся, если там, ну, если там. Ну, не воспринимай, как оскорбление, что я против тебя поперну. Это реально косяк объективный, чувак, это реально очень, ну, косяк жесткий, блядь. Это модерный поспамить Твич Олега. Это очень косячина. Ну, милота прям, лучшие друзья, сразу видно. Так, в том, что это было сделано не ради прикола, мы убедились. Ответку посмотри, давайте, да, есть, да, да, да. Как я вам уже говорил, ради популярности. Дело в том, что Ваня очень трепетно относится к... Да, ну это вот то, что... Ладно, вон вначале показал, я сначала думал, ну, хуйню сейчас пороть будет, но то, что сейчас увидел под конец, да, это, блядь, не очень все. Но на своих стримах, и когда счетчик зрителя опускается, начинает мыть и грозится, что вот-вот уйдет с Твича. Диппинс уже не раз пренебрегал своими интересами в угоду популярности, но в этот раз все зашло... Блядь, а я еще пока вот этот, знаете, секретное оружие еще храню. Я уйду, если что-то не будет, я уйду с Твича, я еще пока это... Ну, пока храню вот это оружие. Далеко и пренебрег он уже мараньями принципами. Ранее на стримах Ваня крайне однозначно и прямо высказывался по поводу битвы экстрасенсов. Мне действительно попалась битва экстрасенсов в Дискорде, когда я сидел... Блядь, ну вот вы думаете, то, что им не дают сценарий какой-то, то, что они реально это все угадывают, да, кто смотрит? Ну, вы серьезно? Битвы экстрасенсов? Ну, я прям, не знаю, это прям вообще не мое, я прям вообще скептически жестко к этому. Но как только на горизонте замаячили большие цифры и коллаборация с Олегом Шепсом, Ваня смягчился и стал лояльнее. Все сводится к чему? Если правильно к чему-то относиться, можно получать правильные ощущения от этого. Это не вкус Кока-Колы там, да, к которому просто ты относишься инстантно вот так вот, да? Это конкретно, как бы... Да, братуха, ладно. По телевизору, к которому надо относиться правильным образом, каждый сам выбирает... Да, братуха. К которому он к этому шоу относится. Мне понравилось во всех... Ну, с другой стороны, да, уходи. Че, реально, блядь, мне не сработает, да, если я буду так? Если пишет, съебался, ну ладно, блядь. Оказывается, если правильно воспринимать... Не, ну, братуха, да, конечно, это пиздец, бро, ну это пиздец, блядь. А он точно смотрел там фильм Соболева, вот этот, знаете, идущих черта, типа он видел вот эти, ну, наглядные истории, когда люди сидят, без квартиры рыдают, да? Или там сидит женщина рыдает, когда квартиру продала, все остальное таким же уродом, блядь. Да, и чтобы сестру свою от рака вылечить, в итоге сестра умерла, она без квартиры, вообще без нижнего белья даже. Все продала, и сидит рыдают. Вот это он не видел просто, ну, наглядно хотя бы такие вещи. Что это нереально, это не просто, ну, мрази, это чересчур мрази они, то есть. Я правильно воспринимать. Это нелюди, вот эти экстрасенсы, нелюди настоящие. Скажи, Вань, как шоу, наверное? Я бы сказал, что бы я им желал, но, сука, на Твиче, реально, то есть. И даже это вне закона было бы, наверное. Эти слова, блядь. Я начинаю толкать свои платные консультации, это как правильно воспринимать. Личные встречи, да, я провожу на официальной странице ВКонтакте. С моим хуем, блядь. В моей группе можете посмотреть, там всегда его вообще есть, блядь. Кстати, во время просмотра моего старого видоса, Диппинцы сам случайно признал, что ради хайпа попилил с экстрасенсом аудиторию. Миленько получается. Блядь, это в принципе факт. Ну, в принципе, это обоёдно выгодная история. Это очевидно. Ну, чувак, блядь, ну это как будто не звучит так, как будто ответ, блядь. Во-первых, это его никак не оправдывает. Ну, чего оправдываешь? Убишь ли кого-то? Да так, ни от чего, просто мошенника прорекламировал. А ведь братишкин, например, с Диппинцом согласен. Да ну, короче, блядь, по такой логике... Ну, типа, постримил, блядь, с каким-то долбоебым экстрасенсом. Да похуй. Просто, ну это как бы доёд, с нихуя, знаешь? Я вот... С нихуя, правда, думаешь, что... Рекламе о тетковинного мошенника плохо, и такое должно порицаться. Но тут уж соглашаться со мной или нет, дело ваше. Я говорю то, что должно быть воспитание и уважение, что человек не должен просто так говорить, что другой человек еблан. Даём с нихуя, говорит. В предыдущих видео про себя, Ваня Диппин спал. Не, ну, понять можно, почему люди злые, типа? Себе множественные оскорбления. Ну, я уж не сижу, не сижу, это Дворот сказал. Ты козёл, Диппин, ну это охуня, ты козёл, сволочка, конечно, так нельзя делать, ну, бро, это реально, блядь. Интересно. Не бритая ситуация. Голова, блядь, зубы в разные стороны, нахуй, неухоженный внешний вид, надменная речь, нахуй, неправящим миром, нет, ну, пизда в школе. Клоун, блядь. Я говорю, тебя нагадали, что у тебя будет лишний вес? Или что? Бля, ебать, а чего не за... ну, нормально у него баны не прилетают, блядь, за такие слова, блядь. Блядь, бомб, ты с шлюхи. Тащи, никак, никто не любит. Но я не обижаюсь, с вами. О, сучу, осуждаю, осуждаю, ой, ой, про маму сказал, ой, осуждаю, блядь. Хочу перед тобой извиниться, не думал, что я так за триггерят слова о том, что тебя смотрят дети. Думал, в интернете никто на такое уже не обижается. Я обижаюсь, чувак, реально это неприятно, дети, серьезно говорю, блядь. Ну, раз уж так, то извини, конечно. Ну, как бы они смотрят, но это же не только дети, и как бы неприятно, конечно. Досы мои, те были откровенно плохо сделаны, но несмотря на это... Ну, не так, что я готов тебя обзывать сыном шлюхи, там. О, суждаю! Короче, ну, неприятные слова, конечно, сто процентов. Главный тезис про Шепса, ты в любом случае мог ответить, а не просто хуйню нести. Бля, вот все заканчивается на моменте, если его поместить с Олегом Шепсом в одну комнату, что он будет делать? Че, он ему скажет? Ты че, блядь, ебло, слышишь? Да нихуя он не скажет. Да, может, даже и не будет с ним в одной комнате, может, в этом прикол, типа... Нихуя он не скажет. Я бы не был с ним в одной комнате, так скажем. Смысл на такое отвечать? Очевидно, если бы я делал интервью с откровенным мошенником, оно было бы разоблачающим, а не комплиментарным. Это нормис тиктока. Это вот тот самый чел, который пишет в комментариях, сигма, бабы... Ребят, про маму сказал, я осуждаю, да, не подумал, блядь. Щавель, вот это просто дефолтный нормис, который в обществе не вырастет и не будет человеком. Ну, прости, пожалуйста, что я не альт, бро. Йоу, сигма, щавель, пик ми, найк про. Бля, на самом деле можно было бы... Эчкерембус, чивапчис! 52 всем нашим. Бить, да даже за эту вещь, если бы была грамотная формулировка вопроса. Ну и че, он лицемерный сволочь того, что с этим пострибил? Полировки вопроса нету, это просто бред на бреде. Если правильно предъявить, можно предъявить за то, что человек вообще в принципе... Ну да, я имею ввиду конец ролика, я думаю, ну да, это вся претензия, я про это говорю. Надеюсь, в этот раз объяснил понятно и популярно. И нет, это не то же самое, что предъявлять за то, что ты дышишь воздухом. Я вот тоже воздухом дышу, но мошенников не рекламирую. Пригласи его на стрим. Да он двух слов не свяжет, ребята, что? Если вдруг все еще есть что сказать, то я всегда готов. Ооо, молодец, инициативу проявляет, молодец, молодец. Даже три получится. А ты, надо на слабо было, братуха, я тебе объясню, как это работает, как конфликты надо вести. Если тебе прям очень надо посвятиться, ты его на слабо бери, ты прям какой-то вопрос ставь. Жесткий, на который он не ответит. Ты такой, да ты даже, по-любому, да ты меня даже не позовешь, я уверен, чувак. У тебя яиц не хватит, понял? Да он такой, у меня яиц не хватит, и зовет тебя, короче. Так что, немножко ты с этим моментом проебался, а так понятно. Ну, блядь, чуваки, ну это, конечно, косяк, ну, блядь, не очень, конечно, ситуация, блядь. Да, блядь, ответка Диппинса, где мне сварить? Ваня Диппинс, лицемерный клоун, значит, смотрит. Диппинс смотрит, ага. 37 минут, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте по тайм-кодам постараемся. Альбом для конкурса готов, все супер, ребят, альбомы, если что. В группе в моей ВКонтакте, внизу есть описание, заливайте бобриков. Так, давайте сразу вот к... Вот эту хуйню, вот это пропустим, сразу к экстрасенсу, вот здесь. Сейчас будет очень много жести, сейчас будет очень много вставок. Ну, ну, ну. Здесь же просто вещи, которые неактуальны. Даже человека нельзя посадить, если какое-то время прошло, спустя там время его преступления, а тут мы вообще говорим о том, что в старом видосе... Да, это пиздёшь, бро. Пиздёшь. Ибо, конечно, можно. Блядь, убийцу тупака посадили недавно, бро. Его убили, блядь, хуй знает, как да, блядь. Ну так вот. Я ещё, по-моему, не родился, блядь. И, и, и тут вообще ситуация пиздатка тяжёлая. Ну, короче, короче, вы всё поняли, да, в пизду. Не, они... Я просто, знаете, просто дело в чём, почему я не хотел эту тему трогать даже, потому что... Я же пока смотрите, буду объяснять, буду вам. А вы и так всё понимаете, и знаете. Формально я делаю реакцию, чтобы объяснить свою позицию людям, которые там в комментариях собрались. Которые посмотрели это, и как хомячки, да, он реально реклама... Что, осуждаю? Он сказал это слово, блядь? Он видит, вичей ты сварил, и осуждаю, блядь. Реально чего? Но я им не объясню. Или он, да, он сказал. Ну, типа, да, пробел он, блядь. Я объяснил я вам, почему... Блядь, на всякий случай осуждать жёстко, блядь. Только что. Потому что я Диппенс, всё, этого хватает. Клянусь, этого за глаза, блядь. Чтобы чел критически подумал, в ситуации, в которой есть я, нет. Просто, блядь, это сразу нах... Вот это вот, вот этого сразу туда, блядь. Челкально. Понятно, по экстрасенсу-то что, сейчас, эээ... Вот где-то вот здесь это претензии, да, по ролику? Ты можешь увидеть, и причём видишь всегда по-разному. Одним стримом... Ага, вот, вот здесь. Ну, ну, вот так, допустим. Если убрать клоунскую музыку, что будет дальше с этим видосом? Ну, да, я это послушал, блядь, что... Ну, конкретно это, да, не считается. Тебе надо было сделать это, но я... Да пошёл ты, блядь, нет! Да нет, фантома, нахуй, я клянусь, сука! Да ну нет их, я их... А вот где... Хорошо, давайте посмотрим тот момент, когда он его телеграм-канал рекламировал. Вот когда прям, ну, не очень, да, ситуация, так скажем. Поэтому да, 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 тут как бы хучу поймёшь. Будет притягивать какие-то, это комментаторам умнейшим. То, что, типа, ты стримишь с победителем битвы экстрасенсов, которые впоследствии мошенник, Людок, пострим тогда с популярным человеком Чикатило, который впоследствии убийца. Вы сравниваете стёплое с мягким, блядь. Это будет просто, опять же, подмена понятий, как и здесь подмена понятий, рекламировал. Я стримил, а не рекламировал. Ну, ты реально не понимаешь, Лен? Ты согласен со всеми доводами Шепса. Вот, кстати, тоже, всё, что происходит, а там, там, нету никаких... А там является либитвой экстрасенсов-постановой. Без эффекта, никаких добавок, всё происходит в лайв-режиме, и всё реально, вот всё, что ты видишь. Ну, нет, блядь, естественно, он сейчас будет говорить на стрим, то, что, ну, это всё не... Это всё наоборот, всё. И, очевидно, блядь, всё это не так, нахуй. Ты вот придурок, блядь, вообще, или что? Ну, вот у меня слов нет. Что, что, что? Или ты ждёшь то, что я буду говорить ему? Нет, это всё не так, и я точно знаю, блядь, ну, я... Да вот, честно, блядь, да не хочется гнать, там, и, типа, такого, но... Ну, это ты его позвал, что ли, короче, как тебе объяснить, блядь, да это, ну, типа, не автор ролика в этой ситуации находился, короче, вот, типа... В этот момент даже с точки зрения... Это не он позвал к себе на стрим экстрасенсы, короче. Смотрю, он пришёл ко мне, он привёл... И всё такое, бро. Нет, 15 тысяч людей... Нет, без агрессии, честно, честно, Вань, не обижайся, реально, хороший пацан в жизни, ну, это косяк точно, бро. Буду сидеть и выёбываться. Извините меня. Я не буду сидеть и выёбываться, нахуй, потому что чел привёл на мой стрим 15 тысяч людей. По сути, он стримил просто на моём канале. Вот если вот, по сути, просто брать. С агрессией надо ты, блядь, ладно всё. И, наконец, Вишенка на торте, личные консультации Шепса, которые он пиарил прямо на стриме. О, блядь, любит продолговатые предметы в руке держать возле рта, блядь, придурок, ёбаный. Он пиарил, это кто? С Диппенсом. Во, 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 вот это я хотел посмотри, во, 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 в этот момент. Это контекст, это вырвано из контекста. Я просто спросил его, это не рекламный преролл, это не интеграция. Ну, звучит как подводка, да, может, из контекста. Спросил, как с ним можно связаться. Там что-то было, я спрашиваю, так, а как тогда с тобой можно связаться? Там что-то было, ага. А, чё, в ВК. Ё. Это вырвано из контекста, потому что там что-то было, блядь. Мне сказал через ВК. До этого, блядь, угу. Фига себе, то есть даже так, может быть, личные встречи, да, я провожу на официальной странице. И что я ему скажу? Слышь, а ну, блядь, это мой стрим, не говори этого. Что, что от меня ожидается в этом моменте? Ну, я, конечно, не Енина, чтобы говорить, а я вот так бы не поступил. Но я, блядь, экстрасенс на стриме говорил, можно со мной связаться, я бы сказал, закрой ебало. Ну, как-нибудь по-доброму, что ли, такого. Слышь, так не рекламируй. Да, пиздец, блядь, 18 тысяч сидят людей, 15 тысяч его. Я скажу ему, слышь, да не рекламируй. Да он мне скажет, иди нахуй. В принципе, блядь, это комплементарная вещь. Он залил ко мне аудиторию на канал, он может на моем канале залить аудиторию на себе. Ну, ты же признаешь, что это ради, типа, поняли, онлайна было. Его же людей, как оказывают. Ну, тут, скорее всего, ты немножко путаешь, потому что, говорит, 15 тысяч онлайна было. Было 15 тысяч онлайна не его именно аудитории, а резонанса, понимаешь? То, что это между... Ну, среди людей разошлось, что, прикинь, там Ваня Диппинс, который делал обзоры на экстрасенсов, да. Это то же самое, если бы я с Ениной постримил. То есть, понятно, что у Енины онлайна нет, да? Ну, я без обид, Енина. Ну, вроде да. То есть, когда же стримил, у нее там человек 500 было. Но если бы я с ней стримил, был бы 1030, по-любому, если не 40, блядь. Сто процентов, блядь. Ну, просто это резонанс, бро. Любое интервью, с кем бы оно ни было, это всегда комплементарная история, блядь. Да я не знаю, нахуй. Ну, давайте, ну, вписку откроем, блядь. Вписка. Что там, мылстрой же последний было, казино. Что, они не указали ссылку? Ну, мылстрой, кик.ком, мылстрой. Все. Ну, это же... Катовые разоблачения, они пропят... Нет, они же... Ну, ладно. ...целили его. Они же интервью берут у них, как бы. Они даже особого своего мнения не высказывают. Партерная история. Каждый раз, когда человек приходит к какому-то другому крупному медийному ресурсу, это всегда, если это безденежная история, это всегда он дает ссылку на себя, а тот дает ссылку на него. Это, блядь, тоже... Это просто... Это... Ну, короче, он... Ладно, все, понятно. Как будто он либо дурака включил, либо не понял. Ладно, у меня претензий нет, похуй, блядь. Ну, это реально косяк. Надеюсь, он это понимает, просто хочет, чтобы это все закончил. Ну, поняли, да? Типа... И все, закроем тему. Ладно, понятно.